Королевская площадь в Барселоне, Испания Куда ни кинешь взгляд, везде по периметру люди едят Что они едят, как они едят, сложно ответить на этот вопрос однозначно Испанская кухня достаточно интересная Она, с одной стороны, не лишена, мягко выражаясь, пряностей С другой стороны, много белков, много жиров Не спасает даже оливковое масло, которое здесь и оливки часто используют в питании Вина местные прекрасные Они тоже помогают пищеварению, помогают растворять холестерин Но все-таки в комплексе, испанцы не живут дольше всех на планете Система питания в этих условиях не совсем хорошо отработана К сожалению, как во многих странах Европы Завтрак малокалорийный А основное количество калорий все-таки это вторая половина дня Тут даже представление небольшое есть Горячие испанские парни В основном холерики А холерикам нужно знать, как правильно питаться Как правильно сочетать еду и движение Ведь еда увеличивает вязкость крови А движение, потребность сердца Перекачивать большие объемы крови И вот здесь холеричный темперамент может давать свою Показывать свою отрицательную сторону При неправильном сочетании Питание и движение Режимы труда и режимы отдыха Если вам нужно больше знать о правильном питании Не вопрос Масса видео на моем канале На темы правильного питания Соотношение питания, движения Различных видов деятельности Проживания в различных условиях Вы легко можете эти видео просмотреть на моем канале Как и стать его подписчиками Для того, чтобы все обновления получать среди первых И быть в курсе новостей В курсе событий Потому что я катаюсь по разным странам мира Оцениваю кухню разных стран мира И ищу золотую средину Которая нужна всем Ведь вы тоже не будете сидеть всю жизнь в одном месяце И хочется путешествовать А важно путешествовать не просто Чтобы получать новые впечатления Но и приобретать, а не терять здоровье Пока вы думаете Ставить лайки или не ставить Поедете вы в Испанию или не поедете Я это видео буду заканчивать Привычным подписчиком моего канала словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения И подумаю, что еще написать На эту тему для вас Пока можете немножко еще посмотреть За горячими испанскими хорнями Субтитры сделал DimaTorzok Представление закончилось До новых встреч на моем канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому